Шалом, друзья! Когда ученики Господа спросили Господа Иисуса о знамениях Его пришествия и кончине этого мира, а вот что Господь ответил в 21 главе Евангелия от Луки. Одним из таких знаков будут моры. В современном понимании мор – это пандемия. Поэтому коронавирус – это одно из знамений возвращения Господа Иисуса Христа. Это знак конца мира. Кроме того, Господь Иисус дал ответ в 24 главе Евангелие от Матфея. «И проповедано будет сие Евангелие о Царстве по всей Вселенной в свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Господь Иисус действительно вернется. Поэтому Он дал нам великое поручение. «Идите и сделайте все народы Его учениками». Также здесь имеется в виду великий урожай спасенных душ перед возвращением Иисуса. Мы с вами увидим исполнение великого поручения или же труды Церкви в последнем урожае благовестия. У нас не получится исполнить Его своими силами. Последнее сообщение Господа Иисуса Христа к Его ученикам до вознесения на небеса, также относящиеся ко всем нам, записано в первой главе Книги Деяний. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Поэтому для завершения великого поручения нам необходимо принять силу Святого Духа. После этого, по свидетельству учеников, Иисус вернется. После вознесения 120 учеников Господа собрались в верхней комнате. Все они сделали это, так как Господь велел им не отлучаться из Иерусалима, до тех пор, пока на них не сойдет сила свыше. Господь сказал, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Что эти ученики делали в комнате? Согласно библейскому повествованию, все они единодушно пребывали вместе в молитве. Таким образом, они постоянно молились, хвалили Бога и поклонялись Ему в единстве. Это и есть восстановление скинии Давида. Это принцип молитвенной башни. После этого прошло 10 дней и вдруг на Пятидесятницу с небес послышался шум, напоминающий шум ураганного ветра. Он заполнил весь дом, где сидели ученики. Они увидели огненные языки. Они разделились и остановились на каждом из них. И все они исполнились Духом. Они начали говорить на иных языках. Эту способность дал им Святой Дух. Это говорение на языках. Первым знаменем людей, крещенных Духом, является говорение на языках. А что произошло, когда апостолы исполнились Духом? Во-первых, Петр проповедовал приблизительно пять минут. Примерно три тысячи человек обратились и крестились. Петр проповедовал в силе Духа. В то время население планеты составляло где-то 255 миллионов. Сейчас оно составляет почти восемь миллиардов. Примерно три тысячи человек обратилось и крестилось. Сейчас это составило бы девяносто одну тысячу человек. Я верю, что это может произойти в наши дни, в нашем 21 веке. Во-вторых, после исполнения Духом апостолы Христа совершали чудеса. И из-за этого покаялось много людей. Петр и Иоанн исцелили хромого от рождения. Петр исцелял больных своей тенью. На больных клали платки, которые носил Павел. И они излечивались, обесноватые освобождались целиком и полностью. В 16 главе Евангелия от Марка Иисус сказал о том, что если мы пойдем проповедовать Евангелие, мы увидим чудеса и знамени от Него. В 2006 году Бог велел мне проводить собрание исцеления. За последние 13 лет я провел 318 таких собраний божественного исцеления. Каждый раз, когда я проповедовал, я возвещал Евангелие. Происходили чудеса. Бог позволил мне молиться о чудесах и видеть их. Это были чудеса, которые делал Христос. В третьих, ученики исполнились Святым Духом, а их образ жизни поменялся так, что многие раскаялись перед Господом Богом Израилем. И первое, они постоянно, каждый день, пребывали в учении апостолов и в общении. Я имею в виду, что им нравилось читать Библию. Автор 118 Псалма сказал замечательные слова. Слово Твое светильник ноге моей. Оно свет для моей стези, для моего пути. Итак, эта бесценная истина нашего Господа направит нас на путь жизни по Божьему Слову, и мы станем последовательными людьми. Слово Божие будет побуждать людей. Перемены, из-за которых люди каются, происходят благодаря совместному общению, преломлению хлеба и молитве. Можно сказать и так, они живут в единстве и любви, чтобы молиться. Я наблюдаю за людьми в молитвенной башне, которые молятся, хвалят Бога и поклоняются Ему в единстве день и ночь. Я вижу это в молитвенной башне Третьей Пятидесятницы. Там все время молятся за излияние Духа через Третью Пятидесятницу. Я считаю, что если Всевышний дал нам такое молитвенное задание, то это является знаменем для нас. Знаменем того, что Третья Пятидесятница придет. Перед возвращением Христа будет последняя евангелизация. Я верю, Третья Пятидесятница поднимет поколение и Еремии. Это молодежь, наполненная силой Духа, которая сильно любит Христа. Они живут свято. Через них покаются многие. Перемены, из-за которых люди каются, происходит благодаря тому, что церкви нравится быть щедрой, поэтому среди них нет нуждающихся в условиях экономического кризиса, возникшего из-за пандемии. Господь призывает нас быть щедрыми. Святая Библия говорит, блаженнее давать, нежели принимать. Рис в 6-й главе Евангелия от Луки написано «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплется вам в лона ваша». Бог сказал, какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Церковь нам будет отмерена этой мерой. Вы скажете, если мы отдадим рис и наполним им эту чашку, даже доверху, а потом придавим его и тряхнем, то осядет ли он в чашке? О, да. Добавим еще немного риса, опять придавим, утрясем, осядет ли он? Добавим еще, утрясем и придавим и снова. Если он утрясется, добавьте еще риса, пока чашка не наполнится. Столько же благ Бог отсыплет и вам, любимая драгоценная церковь. Это означает, что когда мы даем такую мерую, то Бог, я так думаю, даст нам во сто крат больше, во сто крат больше. Скажите на это аминь, аллилуйя. I Субтитры создавал DimaTorzok Перемены, из-за которых люди каются, происходят благодаря тому, что церковь все время радуется и в простоте сердца хвалит Бога. А жизнь в простоте сердца подразумевает праведную и честную жизнь. Как в жизни общины произошли такие перемены, что люди каялись. Они любили читать Библию, любили молиться, они жили в единстве и любили отдавать. Они хвалили Бога. Это искренняя и праведная жизнь. Написано, что их любил весь народ. Каждый день число спасаемых росло. Мне верится, что они считали это хорошим способом завоевать других людей. Аллилуйя! Все верующие жили в зоне комфорта. Они единодушно собирались. Читали Библию, молились и хвалили Бога. Они делали это с радостью. Никто не нуждался. Разве кто-то не захочет стать верующим. Тем не менее, получилось так, что вместо увеличения паства Бог позволил произойти следующему. Церковь Иерусалима стали преследоваться. И святые бежали из Иерусалима. Апостолы далеко. Они пошли проповедовать в Иудею и в Самарию. Если ранее люди каялись только в Иерусалиме, то теперь Бог спасал жителей Иудеи и Самарии также. Этот метод проповедования Евангелия о Боге применяется и в наши дни. Поэтому в наше время Бог дозволяет нам страдать и быть преследуемыми. Это происходит исключительно с верующими, дабы еще больше людей примирилось с Отцом. По моему мнению, пандемия коронавируса причиняет нам столько неудобства и создает давление на нас. Кто-то болел или болеет, кто-то скончался. Пандемия приготовит самый большой урожай спасенных душ в эту Третью Пятидесятницу перед возвращением нашего Господа Иисуса Христа. Несмотря на все это, давайте скажем вместе. Иисус, Ты добр. Ты очень добр ко мне. Положи свою руку на сердце и скажи, Ты благ ко мне. Очень благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Описанный мною метод евангелизации не исполнил Божий план. Бог хотел спасти не только Иерусалим, но и жителей Иудеи и Самарии. Он хотел спасения концов земли. У Бога есть путь донести весть до краев земли. А именно, Господь меняет стратегию в служении. До сих пор спасение предназначалось исключительно иудеям. Однако, Бог отправил Петра к Центуриону Корнилию. Этот парень Корнилий не был иудеем. Он узнал о пути спасения. Наконец, иудеи поняли, спасение предназначено не только для них, но оно предназначено для всех народов нашей планеты. Божий замысел воплотился во время масштабной проповеди и покаяния. Они возвещали Евангелие не только в Иерусалиме, но и в Иудее, и в Самарии, и даже до края всей земли. Аллилуйя! Теперь Церковь, включая нас, идет во все страны мира. Изменить стратегию служения было очень непросто. Но Бог убедил своих апостолов не называть нечистым то, что очистил лично Он. Иудеи считают язычников нечистыми людьми. Изменения еще не закончились. Иудеям надо было это понять. Я говорю об обрезанных, обращенных фарисеях. Они хотели обрезывать неевреев, верующих в Иисуса Христа, и требовать от них исполнения всех законов Моисея. Но на Совете в Иерусалиме они наконец-то поняли и приняли идею о спасении, предназначенном не только для них, для иудеев, но и для всех народов мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok